Уважаемые дамы и господа, приветствую вас искренне и поздравляю вас с почти уже с наступающим Рождеством, католическим Рождеством, которое в ночь на 24-е число, вернее на 25-е будет, да, и 24-го вечера мы с вами будем еще продолжать наши всякие мероприятия и здесь и на Карла Маркса, но об этом будем говорить не потом. А сегодня мы в преддверии этого предстоящего Рождества открываем небольшую, всего 13 работ, выставку одного из самых гениев, мировых гениев мировой живописи, блестящего мастера экспрессионизма и постэкспрессионизма и так далее, Винсента Ван Гога. Художника с совершенно удивительной и сложной судьбой, художника, который не получил, будем так говорить, специального художественного образования, но был настолько велик и настолько значительен в своем самосовершенствовании, что он достиг невероятных высот и только, к сожалению, его смерть, трагическая смерть, почти самоубийство, значит, в 37 лет она сделала его гением. Вернее, только после его смерти, его картины, которые были впервые показаны большой, ретроспективной выставке, так сказать, кажется, в Амстердаме, если я не ошибаюсь, значит, вдруг принесли ему славу. И в настоящее время его вещи, его картины оцениваются огромные сумасшедшие цены, деньги. Вот одна из конкретных вещей, невознаменитые подсолнухи, приобретенные одной крутой очень японской фирмой в частное собрание, в корпоративное собрание, была в свое время, это было где-то лет 5 или 7 тому назад, была приобретена за 80 с лишним миллионов долларов. Вот таковы цены, это из числа самых высоких цен на живопись художника конца 19-го, начала 20-го века. Более того, так сказать, это один из самых, пожалуй, неординарных, самых необычных, и более того, это художник, который настолько оригинален, что ему просто нет второго такого же, так сказать, в мире нет такого. Подражать Ван Гогу невозможно. Было много всяких попыток в мировом искусстве так или иначе подражать Ван Гогу, или следовать в его русле, или как-то создавать вещи в манере того же Ван Гога, но все равно это все кончилось ничем практически. Ван Гог оказался настолько неповторим и уникален, что сейчас, повторяя его картинами, создал за свою жизнь около 1200 вещей, живописных и графических, рисунки, акварели, которые сейчас украшают крупнейшие музеи мира, и любой из музеев, такой как музей Метрополитен, или, допустим, тот же Гмимин Пушкин, или Эрмитаж, или Амстердамский музей, и так далее, они просто гордятся вещами этого гениального художника. Мы сегодня пригласили, причем это выставка из так называемых фоксимильных воспроизведений, мы об этом написали на этикетках, на афишах и везде, и в пригласительных билетах. Это фоксимильные, как я говорю, это фоксимильные воспроизведения, это очень точные, точно в размер прежде всего, самое главное, это размер точно соблюдается картины, и очень высокого качества печать, которая получается при помощи очень сложного процесса сканирования самого живописного оригинала, с последующей оцифровкой его в компьютерах и так далее, и последующего введения на принтер и печати. В данном случае практически все вещи, которые здесь, кроме двух более ранних наших вещей, полученных нами, вернее приведенными нами, мы много лет собираем такую коллекцию фоксимильную, приведенную еще в 80-е годы, остальные буквально приведены в прошлом и в этом году. В 2018-2019 году есть в Петербурге фирма, которая занимается таким фоксимильным воспроизведением. Заказываешь ей конкретную вещь, тебе ее делают. Естественно, делается в единственном экземпляре, а не в тираже. Поэтому потом, после этого мы уже одеваем их в рамы и так далее, и так далее. То есть процесс довольно длительный и сложный. Что еще сказать? Мы приготовили вам, вот там есть на столе вот такое вот распечатка, если денег у нас нет на издание хорошего цветного каталога, но вот такую информационную распечатку с его биографией, подробно довольной биографией, мы приготовили там на столе, она лежит. Кому хватит, если не хватит, в последующем мы еще напечатаем, на ксероксину шуруем. И мы приготовили вам интересный документальный фильм, где-то минут на сорок с чем-то, который сегодня мы вам покажем по творчеству этого удивительного совершенно мастера. Итак, остается только сказать, объявите выставку открытой, и прошу вас пройти в зал. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ